Кто мог бы стать амбассадором петербургских коммуналок? Ну, например, француз с русскими корнями из буржуазной семьи. Художник, который переехал на родину предков в Петербург, а в 93-м году начал ремонтировать коммуналки. И до сих пор не может остановиться. Это просто как катакомба. Как же выглядят легендарные питерские коммуналки в 2023-м? Ну, вот такое типичное состояние коммунальной квартиры. В этой квартире Марку принадлежат всего две комнаты, но ремонт за свой счет он делает во всей коммуналке. А эту квартиру, этажом ниже, тоже бывшую коммунальную, он уже превратил в свое уютное жилье. А ведь в далеком 90-м ему было страшно даже спуститься по трапу самолета в Петербург. Уже когда я прилетел на самолет, я думаю, почему здесь люди живут? А все хотят быстро выйти, а я не хочу, потому что я боюсь бандит, там меня ждут. И мама, еще не был сотовый телефон, она мне звонит. Если кто-то хочет деньги, отдай, я тебе еще даю. Обворовали ли француза по дороге? И как он нашел друзей? И тетя Ира, она подметала дворница, она подметала пол. О, я гуляю с французом, класс, класс. Где же мне, скажи, моя Татьяна, моя любовь, наши прежние мечты. Чем же коренного француза не устроили французские мечты, что он отважился на переезд? Они очень часто разводятся, очень часто не живут одни. Значит, это скучно. Чтобы не заскучать, Марк еще и ремонт и начал делать своими руками. Что же больше всего удивило француза на прилавках в 90-е? Было написано все для ремонта. Площадь Тургенева. Я шел внутри, у меня почти был инфаркт. Там ничего нет. А да, первая ночь я спал и... Клопы? Да. Но кто же раньше жил в этих коммуналках? Проблема-то в том, что мы до того, в тот момент, когда ты родился, мы жили вот в такой же обоснованной коммуналке. Вот та квартира, которая внизу, она когда-то тоже выглядела вот так. И он ее постепенно покупал, комната за комнатой. Марк уверен, коммунальные квартиры могут опрести вторую, более счастливую жизнь. С ним полностью согласен его друг, а теперь еще и сосед, музыкант Юрий. Он как раз и выкупил одну из комнат в коммуналке над Марком. Юрий, иди сюда. Маленькая студия, в общем. И главное, никто не пожаловался, да, из соседей? Все свои. Просыпаешься и вид на собор, и сразу жить хочется. У тебя, Юра, здесь маленький другой планет. Я живя в Питере, очень долго этого искала. Самое главное, это чтобы было много унитаз. А еще такие квартиры просто рай для любителей сюрпризов. За стеной в одной из комнат Марк обнаружил потайную дверь. Да, мы нашли вот эту дверь, она была внутри. А делая ремонт в парадной, заодно стал председателем ТСЖ. Как же ему удалось сохранить со всеми соседями хорошее отношение? Я был председателем этого дома, знаете, председателем ТСЖ. Председателем ТСЖ, ты был? Да, я был первый, первый француз. Эта женщина, она кричала на меня, сказала, что вы, Наполеон. Я сказала, вы, Сталин. Это просто что-то потрясающее, додуматься до такого, это здорово. В России в первый раз Марк оказался еще в начале 80-х. Тогда, как турист. Родители денег на путевку не дали. Но предприимчивый юный француз нашел какую-то программу от банка, по которой бесплатно ученики русскоязычных школ во Франции могли отправиться в Россию. Место было всего одно. И по счастливой случайности досталось оно именно Марку. Правда, ожидания реальности от поездки слегка не совпали. Для нас Россия раньше, это был шпион, это был шпион. И как были впечатления, когда ты первый раз приехал? Стоило здесь снимать шпионский фильм? О, да, очень. Какие были? Это были, вот, это были такие. Это были очень страшно. Мы даже, даже уже, когда я прилетел на самолет, я думал, почему здесь люди живут? А как они могут жить здесь? Столько снега, я вижу, по чай за окно самолет. А что они едят? Я как человек, который родился на Евгии во Франции, где сейчас мимоза растет, извини, мандарин растет, лимон растет, там еще мимоза. А я не понимаю, почему они живут здесь? А я тоже думал, почему Наполеон родил здесь тоже? Кто здесь, интересно? Что он здесь забыл? Он был совсем сумасшедший. С возрастом Марк, видимо, все же оценил вкус сумасшедшего Наполеона и в 1993-м поехал в Петербург с конкретной целью – купить квартиру. Друзья французы крутили у виска и пророчили потерю всех денег. Он, в свою очередь, купил две большие коробки с карандашами, все доллары положил на дно и отправился навстречу городу на Неве. А я иду через границу, немецкий, он сказал, а что за коробку? Оооо, как он знает, что деньги уже курили? Я был там расстроен. Он сказал, можно посмотреть? Он только открывал, закрывал. Но все равно это был легальный, у меня был бумаг, что я взял деньги из банки, и все было официально. Но только я боялся в России идти через границу. Там я не боялся с деньгами. А я вспомнил, я был около границу, а мой дядя должен меня встретить. А все хотят быстро выйти, а я не хочу, потому что я боюсь бандит, там меня ждут. И мама, это еще не был сотовый телефон, она меня звонит. Если кто-то хочет деньги, отдай, я тебе еще даю. Это было, извини, это было 33 тысячи долларов. 33 тысячи долларов в то время были огромными деньгами, и квартира благополучно нашлась. Не та, в которой мы находимся, но неподалеку, на Лермонтовском проспекте. Правда, сразу заселиться не удалось. Сделать ремонт тогда было задачей со звездочкой. Ты купил квартиру на Лермонтовском и остался здесь жить? Нет, нет. Я сразу, я не смог, это был кошмар. Кошмар занимается ремонтом. Я шел по периметру здесь и нашел через 10 минут магазин. Было написано все для ремонта. Площад Тургенева. Я шел внутри, у меня почти был инфаркт. Там ничего нет. Ничего. Все же есть. Девые куски дерева, нет песок, нет семей. Нет, это был, я понимаю, что я не смогу делать ремонт. Я шел в подвал, нашел песок, снял какашки, кошки. Вот это был песок, чтобы, может быть, для леда. Я не знаю. И потом делал какой-то семей. Потом кто-то подсказал Марку, что песок можно достать в 30 километрах от Петербурга. Гора с песком там действительно нашлась, но проблему со стройматериалами это, конечно, не решило. Раньше ничего не было, ничего. То есть ты потом уехал из России? Я уехал, потому что я на Деррена. Я шел в Берлине, покупал все материалы на поезде. Кроме, чемодан отдал другим, как систем. Значит, ты отдаешь проводник, и все чемоданы, они в Санкт-Петербург, потом с материалом. И так сделали клей. Я уверен, что на Ле-Монтовске еще есть клей из Франции, который лежит. Это 100%. Кастурама называется. Чего только не передавали тогда на поездах, но вот доставка стройтоваров из Германии, пожалуй, стала экзотикой даже для все повидавших проводников. Но на этом злоключения француза не закончились. Ночью к нему пришли. Ну, что нас не убивает, делает сильнее. Марк благополучно избавился от клопов, завершил ремонт на Лермонтовском и решил, что пора звать гостей, хвастаться и получать комплименты. Прибыла французская кузина Николь. Брата, конечно, похвалила, но дикого восторга не выразила. Еще покритиковала. А почему, собственно, братец не купил видовую квартиру? Сейчас сложно представить, что квартира с таким видом может стоить каких-то подъемных денег. Ну, и тогда такую роскошь могли позволить себе новоиспеченные бизнесмены, знаменитости, иностранцы. Впрочем, иностранцы в то время в России ее хоть и побаивались, а уж тем более что-то покупать. Но русские корни Марка, видимо, придали ему смелости. И как-то раз, прогуливаясь, он увидел растяжку с телефоном и призывом продается на окнах вот этой самой квартиры, напротив Никольского собора. Недолго думая, он ее купил и снова ввязался в ремонтные баталии. Она в таком виде была? Была ли лепнина? Или тут было все разрушенное? Нет, нет, нет. Здесь пол был очень плохой. Мы переделили пол. Это новый паркет? Это новый паркет, да. Я пробовал ничего не бросать. Но раньше это был еще не модный. И строитель сказали, нет, нет, нужно все бросать. Восстановить нереально. Я учил это слово. Говно. И они все говорят, как много говно бросать, все. Переделать все. Но дверь я не бросал. Я нашел вот эти двери. Они здесь не были. Вот эти двери, они здесь не были. Ты знаешь, где они были? Они были для тебя, между батюшкой и вот этой часть квартиры. Они были около ванны там. И когда я открывал стены, я нашел двери. Полную историю и рум-тур по видовой квартире Марка мы показывали в предыдущей серии. Кто не видел, вы многое пропустили. Советуем потом посмотреть. А вот парадная была в нетронутом, в самом худшем смысле этого слова, виде. И за нее Марк тоже взялся. Итак, Марк начал с того, что сделал ремонт в парадной, потому что заходить в свою прекрасную квартиру практически через общественный туалет он не желал. Парадную тогда он даже прозвал Шанель номер 6. Номер 6 по номеру дома. А Шанель, конечно, за непередаваемый букет и аромат, который там витал. Когда я сделал ремонт, в каждом углу, там цемент, он сыпется. Ты знаешь, почему он сыпется? Он как... Потому что там пипи люди сделали. И запах ужас. Я маленький, чуть-чуть песок, я внутри как духа, чтобы... А, дом 6. А, Шанель номер 5. Песуар, установленный имя для соседа, популярностью не пользовался. Но, тем не менее, маргинальный сосед тоже признался, что портить отреставрированную парадную теперь просто не может, ведь стало так красиво. Весь ремонт обошелся французам в 4 тысячи евро. Соседи тоже скинулись, но в рамках своих возможностей. Например, бабушка-блокадница за неимением денег угощала всех супом и блинами. Сосед, он мне дал 1000 долларов, я вспомнил. Бабушка мне дала 250 рублей. И внизу тоже этажа первой квартиры, он мне дал 300 рублей. Представите, сколько работа, чтобы снять краска, которую красили каждый раз коммунист, чтобы не показать богатство. А какая изначально была парада? В каком состоянии? Страшная. Вы можете идти по настоящей, оригинальной парадной, она была очень страшная. Я знаю, там была какая-то... Добрый вечер. Вот соседка. Я только рассказал про Александр и вы, которые меня помогли с деньгами ремонтировать парадней. Пока мы с Марком обсуждали, кто из соседей и сколько скинул денег, из квартиры как раз выглянула самая щедрая соседка. Та самая, которая пожертвовала 1000 долларов. А вот макет Никольского собора, собственность художника. Этот арт-объект остался с одной из вечеринок Марка в честь столетия революции. Всю эту красоту он навел здесь в первую очередь для себя. И не ждет от соседей какой-то особой благодарности. Радуется уже тому факту, когда сделанное им хотя бы не портит. Да, мы сделали все, но, увы, они испортили. Я не жду, что они мне дали деньги, я жду, что они не испортили, что я сделал. И я понимал тоже, что когда я сделал ремонт парадней, не только белый фрод, белый парадней, черный фрод, я встретил людей. И потому что мы общались, они больше уважали ремонт, который я сделал. И они знают, что я сделал. И они не сломали, потому что я сделал. Я видел парадней второй, там третий, который я не сделал. Компания сделала ремонт, они все испортили, все сломали. А здесь они, они знают, что это я. Даже там, в другой парадней, вы знаете, что я сделал. До, где алкаши жили, я сделал плитки. И там слив, как душ, что плитки идут так, и что можно все помыть. А когда я это сделал в Италии, это все написано. Он сказал, Марк, я не могу больше пипи делать сейчас. Я не могу. Я его ремонт сделал, я не могу. Я сказал, я специально сделал для вас. Песуар. Песуар, да. Делайте, где вы хотите, вы можете принимать. И через месяц 6 он умер, потому что просто, когда ты не идешь в туалет, и он был пьяный, и он ждал около 2, он не мог пипи делать, и бум, и умер. Нет. Марк, конечно, не единственный такой энтузиаст в Петербурге. Не так часто, но все же есть отличный пример, когда люди не ждут милости от управляющих компаний, а за свой счет сами преображают парадные. Как, например, на Лиговском проспекте. Там мужчина сделал полностью за свои деньги. А вот в доме на Петроградке жильцы посчитали, что это общее дело, и тоже навели красоту. Или вот еще пример дизайнера Леонида Алексеева. Он познакомился с соседом, и они вместе решили привезти парадную в надлежащий вид. Мы тоже делали за свой счет ремонт в парадной, хотя и не в таких масштабах. Радует, что тенденция наметилась. Кто еще делал так же, пишите. Похвастайтесь, а мы порадуемся. Несмотря на безбедное существование на юге Франции и буржуазную семью, Марку всегда хотелось чего-то более реального. Наверное, поэтому он открыт к общению со всеми людьми, независимо от их благосостояния, образа жизни. Вот в этой рамочке у Марка фото с дворником. Тети Иры, так он ее называет. Познакомились они, когда художник выставил свою работу, картину из-за льда, посвященную Олимпиаде в Сочи. И общаются до сих пор. И тетя Ира, она подметала дворница, она подметала пол, и мы еще дружим до сих пор. Иногда это так смешно, потому что я говорю с подругами, и она, о, я гуляю с француз, класс, класс, вот. И я вижу тетя Ира, оп, иду и целую тетя Ира. И, наконец, самое время настало отправиться в квартиру над Марком. Это интересно, как это было раньше. У меня. Но у меня были лучшие, можно сказать. Так вот, как раз следы ремонта. В ней он сейчас тоже делает ремонт за свой счет, хотя она ему и не принадлежит. А еще, оказавшись там, можно легко представить, какой тернистый путь прошел французский художник и как его стильное жилье выглядело до ремонта. В этой квартире на последнем этаже до сих пор коммуналка. Пока Марк выкупил здесь только две комнаты. Опыт ремонта такой убитой квартиры у него уже был. Как-то он безвозмездно помогал жильцам из коммуналки по соседству делать ремонт на общей кухне. Неудивительно, что в Петербурге у Марка появилось очень много друзей. Особое место среди приятелей занимают музыканты. Из Мариинского, Михайловского театров, студенты консерваторий. Марк сам обожает музыку, а друзья не отказываются выступить на его домашних концертах. Один из друзей музыкантов благодаря Марку даже обзавелся жием. Юрий стал владельцем одной из комнат в этой самой коммуналке над Марком. Тогда француз сообщил приятелю, что выгодно продается комната. Да еще и с видом на Никольский собор. Я поезжал по банкам, они мне все отказывали, отказывали. И самое интересное, что Сбербанк не отказал. Что оказывается он дает на комнаты. И я купил ту комнату полтора года назад и рассчитался с ней. Я рад, и никуда отсюда не хочу уезжать. Даже несмотря на то, что та квартира пока убитая. Но Марка ее в порядок потихоньку привыкла. До порядка здесь пока далеко, и условия спартанские. Но музыкант покупкой доволен. Главное, можно репетировать сколько угодно. Сосед француз только за. Но может и в потолок постучать. Правда, исключительно, чтобы позвать в гости. Если ты вообще разбудишь Юэй, который живет на веку, подпишись, я беру оружие веку. Пом! 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 Юэй, иди сюда! Иди! Это он недавно поставил. А, и стену новую, допрочную, да? Да, ну, потом он, видимо, сюда это передвинет когда-нибудь. Ну, пока эту комнату не будет. А ваша комната не будет? Майдет. Пока в уборок не падает? Нет, мы не привычные. Мы не уходим в уборок. Творческий беспорядок. Картину на стене. А, главное, это вид-то из окна. Видите, да? Моя маленькая творческая лаборатория, на которой я все делаю. Компьютер с клавишами. Маленькая студия, в общем. И главное, никто не пожаловался, да? Из соседей, все свои. А дело в том, что стены очень толстые. Даже я замечал, в 4 часа ночи даже играет музыка так средненько, с басами, но это самое, не слышно. А что еще нужно музыканту видеть из окна и играть, да? В любое время. Потому что вдохновение может прийти в любой момент. Просыпаешься и вид на собор. Сразу жить хочется. А Марк, когда первый раз зашел, по сравнению со всей этой квартирой, он сказал, говорит, у тебя, Юра, здесь маленький другой планет. Для многих такие коммуналки действительно другая планета и архаизм. А вот Марк признается в любви к страшным петербургским коммуналкам. Ведь их можно быстро превратить во что-то прекрасное. А давай тоже что-нибудь преобразим, как Марк. Ну, не знаю, вроде рояль или другой антиквариант у нас не завалялся. Но зато у нас есть старый стол, который морально устарел и с которым я давно мечтал что-нибудь сотворить. И как ты его переделаешь? Ну, от ремонта у нас остался гибкий камень. Чудо-вещь. Получается, нам нужен только клей? Да. А вот и клей подъехал. Начинаем преображение. Количество наших доставок из Петровича исчисляется сотнями. Но вы в курсе ремонтов мы сделали много. Особенно Петрович выручал, знаете, в таких ситуациях, когда строители в 10 вечера тебе сообщают, что завтра не выйдут на работу, если ты им срочно не дозакажешь какой-то материал. Поэтому поздняя доставка выручала. Либо можно приехать в офлайн-магазин. Большая часть из них круглосуточно работают. В этом они вообще вне конкуренции. А еще знаем, что доставляют даже с ДЭКом или Почтой России. Для покупателей у Петровича есть программа лояльности. И что важно, всегда все в наличии. Ассортимент более 40 тысяч наименований. Кстати, у них есть много сервисов, которые связаны с ремонтом. Например, можно выбрать дизайн, посчитать смету ремонта и даже найти исполнителя. Ну, сегодня помощь нам не понадобилась. А так очень удобно. И вот такое у нас получилось преображение. Теперь стол сочетается со столешницей на кухне. Делитесь, кто еще активно делал ремонт с Петровичем. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получите скидку 5% на первую покупку товаров для строительства и ремонта в Петровиче до 30 июня 2023 года. А еще обязательно загляните в социальные сети, ребят, и оцените полезный контент. Это просто как катакомба. Лестница вниз. Это все жилые были комнаты. Теперь это будет санузел. Вот это все было жилое. Да, это тоже было жилое. Пол был, получается, вот на такой высоте, как лестница. Это вот как раз для того, чтобы было много санузлов, да? Да, да, да. Пока все выглядит непригодным для жизни. Тем интереснее, каким же будет результат ремонта. Ну, вот такое типичное состояние коммунальной квартиры, ну, относительно типичное. Вот до какого все это может дойти состояние, если не ухаживать? Электрика, смотри, какие тут истории. Когда видишь со стороны парадный фасад, вот представить, что внутри может быть такое, мне кажется, вообще просто нереально. Скоро коммуналку будет не узнать. Но Марк делает ремонт не просто ради ремонта. Он хочет, чтобы здесь жили творческие люди и готов самостоятельно выкупать комнаты, делать в них ремонт, как и в общих зонах, а потом продавать эти комнаты по заниженной, а не рыночной цене. Я покупал и сделал ремонт, потом продаю подешевле, чем я покупал для музыкантов. Вот это моя цель. Что когда у нас вечеринку внизу, никто не жаловался, а наоборот, они спускали вниз. То есть здесь будет музыкальная коммуна такая? Да, да. Или художники, или... Потому что... Я не хотел, что один богатый человек покупал целый квартир. Например, где мы видели женщину, это был богатый человек, бизнесмен, он покупал целый квартир, 260 метр, 260, и там живут два человека. Но все-таки они сдали тысячу долларов. И бандит... Да, да, зато... Но я подпишу 0 долларов. Но они добрые, я не скажу, но его бизнес стал плохим, он такой грустный, она еще более-менее нормальная. Держится. Да, но я подпишу, что вот эти тренды в мире, это коммуналки. Тренд на колливинге довольно давно развивается и в Петербурге. Колливинг это такой новый формат коммуналок, люди снимают комнату, а санузел и кухня общие. Главное отличие от типичной коммунальной квартиры. Хороший ремонт. А еще, чтобы поселиться в такой колливинг, люди часто проходят что-то типа кастинга. То есть те, кто уже живут в колливинге, выбирают себе соседа, опираясь на общий интерес и образ жизни. Правда, вот цена на такую комнату, часто кусается. И сопоставимо с арендой студии или однушки. Правда, на окраине. Из плюсов, это, конечно, возможность жить в центре города и быстрый способ найти приятелей или единомышленников. Например, если ты только что переехал в новый город. Марк как раз и считает, что главное, почему люди выбирают такой формат для жизни, это одиночество. И, конечно, потребность в общении. В США никто не может покупать квартиру больше, потому что это слишком долго. Лиже живут как общие, один как кухня для всех. Сейчас архитект строит квартиру в Франции. Это коммунальки. Потому что люди... Они не могут себе позволить? Нет, не только. Они не хотят жить одни. Они... Да. Общение. Общение нужно. Нужно быть вместе. Они очень часто разводятся. Очень часто не живут одни. Значит, это скучно. Вот мне нравится, например, сегодня. Я живу у меня квартира. Были художники. Я пригласил одня девушку на театр завтра. Юрия. Ксюша, но я его встретил пару дней. Он начинал играть. Но самое главное, это чтобы было много унитазов. Потому что когда один унитаз для всех, я не знаю, как людям учить. Впервые в этой квартире мы оказались, когда пришли на вечеринку к Марку. Я думаю, тебя не услышал. Это было странно и весело. Броуновское движение из людей затягивало. Музыканты играли не только в квартире, но и в парады. А еще в одну из двух отремонтированных комнат Марка в коммуналке наверху тоже был домашний концерт. Я чувствую здесь запах краски. Пойдемте все, что я говорю. Публика на вечеринке оказалась разношерстной. Но что любопытно, было много молодежи. Разница в возрасте с хозяином никого не смущает. По словам Марка, он каждый день знакомится с новыми людьми. Идем танцевать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 она когда-то тоже выглядела вот так и он ее постепенно покупал комнаты за комнатой потом он это все соединяет и делают какую-то большую красивую квартиру и вот здесь сейчас вот он получается выкупил эту комнату у священника освещение хранится в комнату наркоман за 8000 и мы заходили в эту комнату чтобы ее отфоткать ему туда зашли там просто лежит человек то такой не в носе ну там привет ну я его не сужу то есть как бы просто у человека такая ситуация так он живет просто просто суть такая и сейчас вот он сделает постепенно ремонт это тоже будет красиво но если говорить без лицемерия ну жить можно но по разному очень да потому что я бывал тоже в разных коммуналках бывают люди вот это не самый худший врач там же под полами крыса как бы видно что дешево без денег но у них чисто я начала понимать что тут ничего что касаться ничего нормально за каждое слово что сказал вот этому мальчишка пришедший со своей старшей сестрой без стеснений участвуют в беседах со взрослыми неформально одетые девушки и дамы в вечерних платьях веселятся наравне все очень демократично никакого фейс-контроля или дресс-кода однако случайных людей здесь как будто бы нет организовывать вечеринку тоже помогала молодежь на подготовку ушло около трех недель это цвета она проводит какао церемонии дружит с марком и готовила вечеринку на первый раз здесь оказалась на такой вечеринке в 2016 году я просто очень запала в душу в сердце и атмосферы и люди музыка я подумала что это просто что-то потрясающее додуматься до такого это это здорово и я живя в Питере очень долго этого искала именно такого вот петербургского вайба тусовочного одно время в то же время такого вот филармонического с другой стороны рок-н-ролльного на счастье еще больше петербургского вайба и необычных мест и событий смотрите в нашем телеграм-канале а еще у нас там иногда выходят выпуски которые мы не выкладываем на youtube так что присоединяйтесь в дневное время в гостиной марка тоже часто толпится народ заходит в гости поболтать а когда мы пришли сюда на съемку в гостиной вообще шел живописный мастер-класс но зато потом всегда находятся люди которые готовы помочь марку в его безумных активностях и идеях например недавно во время ремонта он нашел старую доску и сразу же придумал что отдаст ее своему приятелю-художнику для росписи дерево который он такой сухой он 1841 году здесь я создаю художник он рисует очень красивые картины куда только не заносили марка его социальные связи вот например как-то раз он прогуливался по подвалам эрмитажа и влюбился там в картины художника из канады и когда я гулял случайно в подвале эрмитаж случайно случайно потому что я случайно я гулял в подвале эрмитажа да 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 случайно потому что я кто-то меня пригласил там впрочем и в париже марка часто приглашают туда куда обычным людям вход закрыт например в мастерскую известного коллеги художника вот картон это тоже это очень известный художник из калифорния он даже в музее в париже его зовут сам франсис это как джаксон полок дриппинг он очень известный это это он это его сын он отправляет картину что-то внутри этот пакет и я сделал сумасшедшую вечеринку у него в мастерскую в париже и он жил прямо около жоржа брак это тоже известный кубизм вот человек а вот еще более запутанная мне кажется планировка да вот эти все стены они несущие нет нет можно вспомнить но мы не будем я побую как для экологии сохранить все что есть а вот мы уже и на экскурсии в одной из комнат марков который сейчас идет ремонт парижским или петербургским шиком здесь пока даже не пахнет но сложностями француза не напугать правда марк попросил нас вести себя очень тихо чтобы не пожаловались соседи говорит завидуют здесь открыт так мы сделали вот я пыль тоже чтобы люди не видели что сзади потому что они будут так почему люди не должны знать что здесь и к этому будут позвонить ты знаешь они они не завидуют и будут звонить и говорят что что-то здесь не в порядке до ремонт уже принес немало сюрпризов к счастью нет соседей например за этой стеной обнаружилась дверь и там вниз еще очень же большой да там же до практически она ниже это фигуя не круглась вот здесь это на и соединяется да вот по этой не да 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 вот это будет окно вообще везде окно окно где окно одинаково и так он был в такой квартире можно почувствовать себя кладоискателем на полставки марк не просто обнаружил дверь в другую комнату так и хочется добавить и портал в другое время но еще и нашел старинные газеты и монеты чем не клад да я делил ремонт сейчас наверху мы открыли нашли дверь и сзади я видел газет и я сказал люди которые работают я уверен что это между 60 и 65 году и мы нашли число 63 году 16 октября 1863 год да 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 прямо наверху там там были кучи песок чтобы сделать звук изоляции и я был уверен что внутри это песок я не знаю почему будет что-то я не бросал песок я как посмотрел как артеолог это уже скучно делать ремонт но это интересно и на живут а там написано адрес адреса по-французски написано в свете это знак адрес где работал наши содержание но любовь к истории не отменяет любви к экономии так что вот вам рубрика ремонтные лайфхаки по-французски например совет как сэкономить на материалах не выбрасывайте бетон оставшийся после демонтажа а замешайте старый снова совет мы будем наливать бетон чтобы тратить меньше бетон я буду сломать старый бетон который мы с ней от ванна помпом-помпом и минимальный бетон добавить чтобы и вот и и потому что с теми это очень плохо тоже для круга все которые делают ремонт они сломали то стена делай гип-рок и гип-рок вот потом шум идет на я не починил где можно потом я буду добавить гип-рок а еще как оказалось магазины периодически отдают или выбрасывает что-то приличное и тогда марк забирает это себе и сохраняет до лучших времен правда нужно еще чтобы было место где все это хранить я знаю что века венок это будет до ванна готовые там я уже это были бывшие века венок это я нашел итальянский магазин который выбрасывал помойки это безумная ремонтная эпидемия видимо распространилась по дому воздушно-капельным путем как-то раз марка пригласила в гости соседка похвастаться своим ремонтом и показать как эффектно зачистила потолок до балла марк сразу загорелся сделать себе такой же потолок ну а потом обсуждение как-то плавно перешло к тому что у обоих есть одинаковые выступы в квартирах которые смотрят друг на друга соседка придумала идею поставить там стекла а потом предложила такое что марк даже смутился значит следующий этап мы будем сломать все вот это потолок до до бальки и ты знаешь где мы танцевали где были в вечеринку неделю назад я встретил соседка и она меня пригласили я схожу у нее комнату и там они сняли все до потолки они сделали такие супер ремонт а я там есть ничь вот так я вот ничь если я знаю потому что на мой сторону тоже есть ничь если я сниму вот кирпич мы будем сосед да еще идея ты знаешь что она сказала на мишку давай мы ем стекло и занавески мы будем горе и мы открываем девушку пять минут а здесь если ты снимаешь никого никто не живет там наверху это неправда ты знаешь почему потому что у меня цель что я там курицу будет жить я хочу сделать да я уже давно давно хочу что там не был балкон для них вообще с соседями у марка и правда особенное отношение он был первым председателем тсж этого дома и вроде как даже первым председателем иностранцем тсж в россии я был председателем этот дом найти председателем тсж я был я бы первые первые французы это что просто а первые 10 председателем вас я это пулья вот я даже не знаю что это 1000 я я знаю потому что во фанцовности жили везде я создал этот если же здесь но я не знаю это будет так сложно я не знаю и эта женщина накричала на меня сказала что если вы наполеем если вы старый весь я вас убью а часть пять минут на самарка что мы будем сажать клумбу как это все но повремя что она и куку и плохая и умная значит выражен чина который хотели быть председателем она меня вынула туда с пистолет даже почти балдит но это будет хорошо для моих них то что я пишу книг и когда накричала на меня ты знаешь это и у меня будет защита ты знаешь что это будет защита чтобы защищать когда человек кричит на тебя плохие слов ты ты страдаешь а я не сказал я извините я плохо понимал что вы сказали и сразу я шел домой и все писал книги для мой книг который я буду продавать дом 6 и скоро он будет и я не страдал потому что все ушел в книгу не у меня потом новый председатель стала она помогла меня убрать вот сюда и ты знаешь что через месяц 6 она у нее был инсульт она была в госпитале да потому что эта бабушка плохая она была тоже плохая с ней иностранец который занимается благоустройством не мог не заинтересовать сми марк собрал мусор на канале и телеканал решил это заснять но год назад год назад меня пригласили телевизор потом я прилетел сюда и сходу я не знаю как они знали что я уже в сам петербург через два дня звонят и мы хотим снимать видео про вас когда вы снимаете мусор на на канале я сказал вы знаете я заметил что мало мусора на канале я посмотреть нету я думаю окей я буду в бак для мусор просад а потом я буду снимать мусор вот для телевизора я не могу сделать так это не это и когда они начали снимать я видел что там узбек убил снимать прямо на льду мусор если вот все видео которые мы сделали пять лет назад они работали сейчас я буду вот столько лет на тротуар пойдем я буду кататься на конкар прямо на тротуар потому что ты будешь показать город что бабушка которая живет дом 6 не может выходить из дом чтобы идти покупать овощи и фрукты потому что даже я упал я упал я сломал я почти сломал через пять дней я возвращу дома научу вечером около 11 цели армии все почищено узбек узбек что вы делаете как я буду кататься на конкар они они все улыбались а чиновник или не чиновник но как шеф он будет расстроен и они только сняли напротив дом 6 на сразу на лево сразу на право консус оказался более трудолюбив чем местные дворники поэтому уже который день подряд ежедневно делает ремонт в этой коммуналке правда скоро наконец будет готов доверить работу строителям подождите прям руками сам это все за каждый день каждый день по 5 часов по 5 часов день каждый день и я очень много-много смотра вместо зарядки да да как ты думаешь сколько еще времени понадобится на окончании ремонта для меня еще четыре дня а для еще четыре дня потому что все остальные они знают как это сделать и меня не нужен на вот они хотят делать по-другому они хотят хотите материал а я плачу за материал я не хочу тратить материал возразница и вот это пол уже мы договорились с санкт-четник это они там и сложнее это что когда вы сделаете ремонт старый фонд вы не знаете это всегда сюрприз что где трубы неприятные обычно да да и и сложности потому что трубы они идут не как они сделали раньше иногда прямо через пару дней в холодной воде идет вот например у соседка она не использует горячая вода она делала пленку закрыла ну а куда ее свой труп вот посмотрите вот вот марк использует не только бы устрои материала с целью сохранения природы но экономит и другие ресурсы например вода в ведре рядом с унитазом тоже как бы помягче сказать был а после приема ванны видео чтобы дети когда я и когда я и за это я делаю вот чтобы я думаю все люди которые идут пешком в африке может быть 2 километра чтобы забрать вода который еще хуже чем вот вода и нужно понимать что вода это это цветовый и что нельзя бросать воду и нужно экономить воду потому что вода люди не понимаешь что он вот дождь идет вода много в нету не вода это энергии нужно очень много энергии чтобы чистить воду чтобы его отправить сюда и потом нужно еще много энергии чтобы отправить воду места где они будут чистить воду калифорния например 16 процент или 6 вон это чтобы вода производить это не чтобы значит нужно беречь воду потому что во франции в этом году не было вода люди они сажали помидор и на 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 это будет запрещено поливать сад потому что уже нет вода укрыть 130 но 230 дней в ней не буду воду и они показали даже декабрь месяц большой большой грузовый кузнец для молока я не брать что внутри вода декабрь я не говорю по летам потому что должен не хватало и вода нету еще тут я попу еще не попу метились француза тоже дает свои плоды но надо отдать должное марк не просто пытается создать инфоповод и представить свой арт-объект часто его проекты на социальные темы и сбором мусора на каналах и улицах района он занимается не только под прицелом камер по франции тоже а что-нибудь веселое или романтичное безумство храбрых поем и песню или невероятные приключения француза в россии пишите как вам квартира набитая антиквариатом как вам француз который готов делать бесплатный ремонт в коммунальной квартире не забудьте нас поддержать это поможет нам двигаться дальше ну и до скорых встреч на улице города на Неве